Вот мы отнормировали выход из нейрона. Что можно сделать дальше? Иногда в некоторых нейронах этот выход из нейрона нужно немножко сдвинуть, а иногда домножить на некоторый коэффициент. И с этой целью, чтобы можно было настраивать стандартное отклонение выхода из нейрона или математическое ожидание выхода из нейрона, вводятся два обучаемых параметра. Гамма, которая отвечает за стандартное отклонение выхода из нейрона. И бета. Это обучаемый параметр, который отвечает за математическое ожидание выхода из нейрона. Или, иными словами, за среднее значение выхода из нейрона. И вот у нас получается вот такой слой, где μb – это среднее значение выхода из нейрона по бачу. σb – это стандартное отклонение выхода из нейрона по бачу. И эти значения вычисляются по бачу. В этом выражении есть еще два настраиваемых параметра, которые обучаются со всей нейронной сетью. Это значение γ и значение β. Когда мы уже с вами обучили сеть, значения μb и σb от бача к бачу будут изменяться. Однако мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы у нас для зафиксированной обученной нейронной сети все параметры были тоже зафиксированы. И для того, чтобы компенсировать этот момент, мы делаем следующий трюк. Статистики, которые подсчитаны по бачу, текущему бачу, мы подменяем на статистики, которые мы собрали в процессе обучения. И собираем мы эти статистики при помощи скользящего экспоненциального среднего. Что такое скользящее экспоненциальное среднее, мы рассказывали, когда у нас была лекция по алгоритмам оптимизации. При помощи вот этих уже подсчитанных статистик мы смотрим, каков будет результат работы нейронной сети на тестировочных примерах или на валидационных примерах. Продолжение следует...